Я сразу предупреждаю, что если вы более-менее знаете, как внутри работает хибернейт, то этот доклад вряд ли принесет вам что-то нового. Вот завтрашний доклад про перформанс по-хорошему должен вам принести что-то новое. Этот же доклад, на мой взгляд, должен демонстрировать базовые истины. Но как оказывается, к сожалению большому, и почему этот доклад был задуман, потому что по опыту проведения собеседований где-то около 97,5% кандидатов этого не знают и не могут на это ответить. И стало как-то жутко обидно, почему же люди этого не знают, и мы решили их просветить. Так что один бонус вы точно с этого доклада унесете. Если вас на собеседовании это спросят, вы сделаете уверенный вид, плюс два к сеньорите, и скажете, ну это же очень просто, смотрите. И распишите все, как оно на самом деле есть. Если не забудете, конечно. Ну сейчас мы к этому вернемся, что ж мы будем забегать вперед. Осталось буквально, дождитесь, осталось полторы минуты, и все, и вы все узнаете. Люди еще подтянулись, объявлю еще раз. Посмотрите, пожалуйста, кто потерял кошелек в этом же зале. Кошелек. Если вы его потеряли, приходите к нам, расскажете, что лежит в кошельке, и он достанется вам. Если вы потеряли деньги, то вы приходите, говорите, я потерял деньги, такая-то сумма, мы ее проверяем, и она достается вам. Все по-честному. Ну что, давайте начинать. Суть этого доклада, как я уже сказал, показать вам, как некоторые вещи в хибернете работают на самом деле. Потому что по опыту, как я уже тоже говорил, собеседований, которые я провожу, оказывается, что очень мало людей это знают, еще меньше могут это объяснить, и получается, мы это называем с моим коллегой, с которым проводим собеседование, нарния. То есть все знают, что оно работает, и что оно как-то существует, но как оно работает, а Бог его знает. И вот мы решили развеять, по крайней мере, частичку этой нарнии сегодня, потому что у нас всего 45 минут, но развеять ее именно на практике. То есть показать вам не просто рассказать сухой теоретический доклад, а показать вам на практике, что оно таки действительно так. Так, вот, давайте быстренько познакомимся, это очередной парный доклад. Меня зовут, меня зовут, меня зовут, там барабам, пум, пум. Не зовут никуда меня, пока, по крайней мере. А кликни, пожалуйста, в слайд, что-то не хочет меня звать никуда. И у тебя не хочет? И у меня не хочет. Отлично. О, давай еще разок попробуем. Пум, есть. Вот, меня зовут Николай Алименков, у меня есть Twitter XP Injection, если у вас тоже есть Twitter, you are welcome. Я достаточно долго работаю с agile методологиями, с Java, уже более 12 лет, это не столь суть важно. Я основал когда-то давным-давно XP Injection, от которого мы проводим множество интересных мероприятий, включая же и Econ, в конференции, на которой мы с вами находимся, включая конференцию XP Days, конференция по agile инженерным практикам, и конференция Selenium Camp, конференция по автоматизации тестирования. Я об этом говорю еще и потому, не потому, что вы все на этой конференции, я вас хочу пригласить обязательно, конечно же, на следующую, потому что все записи со всех лет, со всех этих конференций находятся полностью в открытом доступе. Поэтому если вы первый раз с нами, если вы хотите порекомендовать что-то интересное своим коллегам на тему, например, автоматизации тестирования, обязательно сходите, посмотрите, там много-много-много полезного материала в качественном формате, записанном на видео. Вот, сейчас я работаю в компании E-PAM, как сеньор деливери менеджер. Мы хайрим, растем и все такое. И у нас есть Игорь. Всем привет, меня зовут Игорь Дмитриев. Так сложилось, что за всю мою карьеру мне пришлось работать с хибернейтом. И частенько мне приходилось исследовать детали какие-то, смотреть, как под капотом там работают, чтобы изучать более детально. И последнее время я занимался перформанс-тюнингом, работая в компании Luxoft на проекте Deutsche Bank. И чудом я увидел, что Игорь делает доклад именно про то, о чем я хочу рассказать. И я предложил сделать его в паре. Это же замечательно, когда мысли у дураков сходятся, поэтому мы сделали это в паре и сегодня презентуем вам тоже в паре. Давайте начинать. Что у нас есть? Во-первых, все, что мы вам будем рассказывать, базируется на нашем персональном опыте. Если вы считаете, что вам какая-то фича не нужна, вам что-то не нравится из того, что мы рассказываем, это абсолютно нормально. Все ошибаются. Поэтому подходите, мы с вами обязательно это обсудим. Для этого у нас есть виски-пати, на котором мы будем тоже доступны. И давайте это обсуждать. Если вам интересно, мы будем показывать много примеров кода. Весь код выложен на гитхабе, вот внизу есть ссылочка. И вот есть QR-код, по которому вы можете к ним доступиться. У меня на гитхабе не так много всего выложено, поэтому you're welcome. Если вы найдете там какую-то ошибку, импрувмент или еще что-то, вы можете смело делать пул-реквесты. Пока никто не сделал ни одного пул-реквеста за все время, поэтому вы можете стать, скажем так, первым чемпионом, который что-то исправит, что-то подтюнит и скажет, «О, теперь будет работать круче». Поэтому присоединяйтесь. Давайте вспомним, о чем вообще хибернейт. Смотрите, хибернейт – это ORM-фреймворк. Это Object Relational Mapping. То есть получается, он берет объекты из объектно-ориентированного программирования и реляционную модель, как хранятся данные в базе данных. И казалось бы, это вот совершенно разные вещи, а он умудряется одно положить на другое. Кто чуть-чуть копал хибернейт и кто хотя бы базовые концепции уловил, тот знает, что там есть Configuration, Session Factory, Session, рядом еще Query есть, там Criteria, многие другие вещи. Есть же DBC под этим всем, где-то транзакции. И вот хибернейт свозит это все вместе для того, чтобы упростить вам жизнь. Вы там сказали, вот у меня есть доменная модель, и вот я ее туда хочу сохранить или обновить, или еще что-то. И происходит, что происходит? Мэйчик. То есть это все, это даже всегда представляется как мэйчик. Вам говорят, смотрите, как все просто. Вы пишете, когда это, кибернейт появился, когда у нас были старые технологии, когда был J2E, и говорилось о том, что все это там AGB-2, Entity, BIN, и это был адский ад. И вам сказали, смотрите, простой Podjo. Вы пишете Podjo, вы делаете табличку, и don't care. Обо всем остальном позаботится хибернейт. И получается, что там творится полная магия. Вот именно эту магию мы попытаемся, не знаю, я не сказал, разоблачить, просто объяснить, как она работает. Мы будем показывать демо, и у нас есть простая схема. Здесь есть клиент, и есть аккаунт. Причем отношения между ними один ко многим. У клиента может быть много аккаунтов. Все просто. Изредка у нас будут появляться какие-то третьи сущности. Это бывает. Всегда кажется, что ограничишься двумя, но иногда они появляются. Но основные будут вот такие. То есть ничего сложного, мы не будем писать какие-то суперсверхпримеры. Давайте рассмотрим первое. Это самое, наверное, чего вы ожидали здесь увидеть. Лэйзи лодинг. Это замечательная концепция, которая говорит о том, что если вам нет необходимости загружать что-то, то не загружайте это что-то. И она теперь работает по умолчанию. То есть вот если вы ничего не написали, то все здорово, и лэйзи работает. Но не везде. Это раз. Второе. Как она работает? Вот что интересно. Что мы рассмотрим сейчас на практических примерах? Во-первых, для коллекций, как наиболее часто встречающийся случай, когда у вас есть клиенты, у него аккаунты. Интересно, а вычитаются ли аккаунты или не вычитаются? И что еще интереснее, а в какой момент они вычитаются? Кибернейт это делает с помощью персистентных коллекций. Мы на это посмотрим. Второе. А как делать лэйзи и как работает лэйзи? На каком механизме это все держится? Для компонента, когда вам необходимо какое-то поле объявить лэйзи. И, наконец, мы посмотрим, когда работает entity, а когда ее оборачивают в прокси. И это очень интересный вопрос, который давайте рассмотрим на практике, потому что разговор это очень дешевая штука. Так, смотрите, есть у нас первый тест. Пока я его запускаю, мы ознакомимся с сущностями. Первая сущность – клиент. Здесь все просто. Мы видим аннотацию entity, есть аннотация getter и setter. Это библиотека Lombok. Кто не знает, сейчас, кстати, параллельный есть доклад Владимира Цекуру по поводу Lombok. Здесь все просто. Есть ID, есть name, age и лист аккаунтов. Что с другой стороны? Есть аккаунт. Тоже видим entity, getter, setter, id-шник, amount, carousy. Все просто. И видим клиента. У нас двухсторонняя связь. В лучших традициях. Да. И посмотрим, какие у нас есть данные. Тут используется dbunit, очень хороший инструмент для генерации данных на родном, добром, старом XML. У нас есть три клиента и есть четыре аккаунта. У первого клиента мы видим, что два аккаунта, остальных по одному. Так, запускаем наш тест. Вы это можете сделать потом самостоятельно. И мы очень сильно надеемся, что вы это сделаете. Потому что если вы просто поверите этому на слово и не попытаетесь потыкать самостоятельно, то мы зря выступали. Ну да. Давайте посмотрим, что происходит. Мы здесь достаем клиента по id-шнику. Да, выполняем get. Достаем. Видим, пошел запрос. Клиент достался. Аккаунты не потянулись. То есть лейзи работает. Далее. Мы вводим gotClient. GotClient. Дальше обращаемся у клиента, вызываем getAccounts. Мы пытаемся обратиться потянуть. Но что, смотрите. Запрос не пошел. Запроса нет. Мы имеем gotAccounts. Потом мы вызываем size у аккаунтов. И только тогда уже пошел запрос. И далее мы видим gotAccountSize. Давайте рассмотрим второй пример. Теперь мы в этом примере пойдем от обратного. Там мы шли от клиента к аккаунту, а здесь от аккаунта к клиенту. Тест прошел. Что мы здесь делаем? Мы достаем аккаунта по id-шнику. Смотрим. Вот. Аккаунт достался. Клиент тоже не потянулся. Лейзи так же работает. Выводим в консоль gotAccount. Обращаемся к клиенту. Вызываем getClient у аккаунта. И что мы видим? Как вы уже догадались, запроса нет. Выводим gotClient. Потом обращаемся у клиента getID. И только тогда уже пошел запрос. Ну и выводится gotClientID. И третий примерчик давайте рассмотрим. Это метод с методом load. Есть такой еще вопрос. Популярно собеседуем. Чем метод load от метода get отличается. Тест прошел. Что в данном тесте? Мы вызываем load клиента по id-шнику. И запроса нет. Никакого запроса не произошло. Мы видим в консоли. Ничего нет. Вызываем gotClient. Да, выводим. Вот gotClient. Потом вызываем getH. Вызываем метод у клиента. И только тогда пошел запрос. Магия. Давайте посмотрим, как она делается. Давайте. Давайте запустим этот же тест, но уже в дебаге. И посмотрим, что же там под капотом. Как это все работает. Может это не магия никакая. Так, берем наш аккаунт. Смотрим. Видим, у него есть клиент наш. И видим там доллар, доллар, java.st, что-то такое. То есть это прокси. На самом деле, как это все работает? Хибернейт, когда на старте приложения поднимает контекст, фабрику создает, он берет все сущности, все классы, которые аннотированы entity и создает из них прокси, используя java.sys библиотеку. Давайте посмотрим, что же с коллекциями. Николай говорил по поводу персистентных коллекций. Вот мы сейчас посмотрим. Вызываем у клиента аккаунты. И что мы видим? Персистент back. Это не прокси. На самом деле существуют некие обертки персистентных коллекций, которые выполняют всю эту лэзи магию и так далее. То есть он на самом деле берет вашу коллекцию и оборачивает ее персистентной оберткой. Вот как это работает. Никакая не магия. Поехали дальше. Да уж, только очень непонятно, какие прокси, откуда появились прокси и каким образом хибернейт ухитряется их делать. Мы только что видели, если вы заметили, что для лоуда, да, там вроде как, наверное, тоже появился прокси. Наверное, при лэзи лоудинге мы тоже увидели, что есть прокси. Но вот было сказано, что на все классы был сгенерирован прокси. Но аккаунт, когда мы вытащили напрямую аккаунт, то он был без прокси. То есть получается сам объект не был с прокси. И это удивительно, потому что, может быть, хибернейт генерирует даже прокси для понятия duty checking. Но это, к сожалению, не так. И существует только оптимизированный duty checking, в котором хибернейт пытается сгенерировать за вас этот прокси. И то он пытается это сделать не на лету, и то это он пытается сделать с определенной версией. И мы на это посмотрим и разберемся, как это работает. То есть как работают сами прокси вы уже увидели, и у вас есть возможность потыкать в них и посмотреть, как такое получается. Мы же сейчас разберемся, как оно работает в остальных случаях. Пум-пум. С duty checking. Чем есть, как говорится. Хорошо. Посмотрим duty checking. Вот у нас есть тест. Давайте запустим его. Видим, что есть аннотация commit. Что эта аннотация говорит? Это говорит о том, что у нас флаж выполнится на commit. Видите, да, запускаем в тесте. Что в данном тесте у нас есть? Мы берем аккаунта по id-шнику и меняем ему amount. И берем клиента. И заметьте, ему ничего не меняем. Запускаем. И мы приходим в некий класс. Default, Flash, Entity, Event, Listener. Что это такое? Скажу, кто не знает, весь хибернет построен на ивентах. Если вы вызываете persist, вызывается persist event. Вызываете delete, delete event. Так как там произошел флаж, вызывался flash event, и мы пришли сюда. Здесь есть наша entity. Давайте сейчас сосредоточимся на этом. Видите, нет прокси. То есть давайте мы прежде, чем мы побежали куда-то дальше, давайте посмотрим, а что здесь есть. Здесь нет прокси. Сам аккаунт является обыкновенным аккаунтом. Он не является проксей. Несмотря на то, что если вы посмотрите на клиента, вот он там чуть ниже, то вот он является проксей. И мы про duty checking, про вот то, как по полям работать, мы, наверное, посмотрим немножко позже. А сейчас давай мы покажем, как сконфигурировать так, чтобы прокси заработал таки для lazy loading. Ой, извините, для duty checking. Для duty checking, да. Так. Хорошо. Чтобы заработало. Чтобы мы его включили, чтобы мы скомпилировали таким образом, чтобы у нас все-таки прокси сгенерировались. Ага. Так. В помничек наш. Да, у нас есть некий хибернейт плагин, да, enhance. Давайте соберем проект. Вот, пока он собирается, я покажу, что здесь есть. Есть некое свойство, видите, enable duty tracking true. Да, то есть он будет делать некую оптимизацию. Вот. Мы смотрим. Build success. Посмотрим, что этот enhancer сделал с нашими сущностями. Открываем. Смотрим клиента. Мы видим, что добавились какие-то интерфейсы, да, здесь дополнительные какие-то поля, то есть происходит какая-то магия. Посмотрим, как изменился наш метод setH. Так, что такое он хочет? SetH. Вот, видим метод setH, да, какой-то хибернейт, writeH, что здесь происходит. И он смотрит, что не равны, да, и тогда уже делает трек. Чем же делает какую-то некую магию. Да. Это все можно отключить на самом деле, да. Но это давай чуть позже покажем. То есть давайте подведем итог. У нас есть лот, на который хибернейт умеет генерировать прокси на лету. У нас есть лейзи лоудинг, в котором мы тоже уже увидели, что есть прокси. И тот, кто верит, что в duty checking по умолчанию работает прокси, тот глубоко ошибается. И теперь мы рассмотрим, прежде чем рассмотреть duty checking в деталях, мы рассмотрим, а что же вообще происходит с коллекцией. Потому что мы начинали с того, что мы рассмотрели, что для коллекции все не так. Помните, там не было прокси, там были некоторые обертки. И вот коллекция – это некая, наверное, самая сложная сущность в хибернейте, потому что она описывает связи, которые совершенно не свойственны объектному миру. И благодаря вот этой подмене понятий, благодаря тому, что подменяется сама настоящая коллекция, которую вы объявляли, там, не знаю, вы делали new array list, а у вас там никакого array list не получается, благодаря этому получается очень много сложностей. Например, что коллекции начинают влиять на перформанс. То есть мы сейчас покажем одну из проблем, небезызвестную, известную как N плюс 1. И я думаю, что практически все, кто работал с кибернейтом, с этим сталкивались. Вторая проблема, которую мы немножечко уже затронули и объяснили, почему она, в принципе, происходит, это проблема lazy initialization exception. То есть если у вас коллекция еще не потянулась, то вы, соответственно, выйдя за пределы и дернув там что-то, естественно, получаете, что ничего не работает. Потому что идет попытка сделать запрос вне транзакции, ну и все, и на этом все заканчивается. Некоторые вещи в коллекциях работают не так, как вы ожидаете, потому что вы управляете, когда у вас есть podjo, то вы не знаете, что там внутри за интерфейсом спрятана вот эта magic коллекция. И здесь делаются такие вещи, что вы думаете, окей, я буду с этой коллекцией работать, как с обычной коллекцией. То есть я, наверное, могу в нее засетить какую-то через сеттер, засетить, не знаю, new era list или new hash set или еще что-то. Не тут-то было. Так работать не будет. И иногда оно вам покажется очень странным, тот вывод, который выдаст вам хибернейт, если вы попробуете это сделать. Иногда вы подумаете, ну, наверное, если хибернейт такой умный и управляет этим всем сам, давайте я попробую ему подсунуть умный input, и он, наверное, все сделает за меня сам. И это тоже не срабатывает, потому что хибернейт менеджер коллекции очень специфически. И вот когда вы хотите решить еще сложнее задачку, когда вы хотите вмержить в существующую коллекцию что-то, какие-то элементы или, наоборот, убрать из какой-то коллекции какие-то элементы, и вы надеетесь, что хибернейт очень все это успешно разрулит, то оказывается, что не всегда он это успешно разрулит. И мы приведем сегодня один из примеров, он неполный, но тем не менее. И еще одна радостная новость для тех, кто любит лейзи, это то, что существует такое понятие, как экстра лейзи. Кто когда-нибудь пробовал экстра лейзи? Смотрите, как нас мало. Я надеюсь, что вы все когда-нибудь попробуете после нашего доклада. Экстра лейзи – это классная фича для извращенцев, но вы должны знать, что она существует, потому что в некоторых случаях она реально работает неплохо. И давайте перейдем к тому, что покажем, соответственно, что мы вам пообещали. N плюс один проблему, покажем, как работает экстра лейзи, и покажем ту проблемку с мержем, одну из проблем с мержем, которую вы можете ощутить. И пока мы переключаемся на код, я еще одну штуку обозначу. Большая проблема, которая есть с персистентными коллекциями, заключается в том, что некоторые пытаются использовать хибернейтовские entity как доменную модель, и, соответственно, передают хибернейтовские entity по всему приложению. Что происходит? Вы выставляете ваш сервис, например, как RMI Point, и у вас происходит сериализация и десерилизация. Даже когда у вас все инициализировано, то есть вы уже вычитали все записи, сделали, чтобы все подчиталось, то когда вы делаете десерилизацию, на той стороне может не оказаться персистент бэга, потому что на той стороне банально не используют хибернейт. И когда это у вас упадет, тогда, когда появится клиент к вашему RMI сервису, к которому не подключен хибернейт. И это вы узнаете только когда-то, когда у вас такой клиент появится. И вам тогда придется ему порекомендовать, а добавь-ка там еще хибернейт, помимо вашего API. И это будет очень странно. Окей, коду. Давайте посмотрим пример. Первый пример с N плюс 1. Что здесь происходит? Я достаю всех клиентов, и потом в цикле бегу, и до каждого клиента вызываю get account size. Что происходит? Мы видим, что здесь очень много запросов. Почему так происходит? Что это за N плюс 1? На самом деле здесь четко видно, что аккаунты у нас лейзи, и мы в цикле бежим, и для каждого клиента вызываем get account size. Получается, генерируются дополнительные запросы. Почему называется N плюс 1? 1 – это наш запрос достать всех клиентов, и потом мы бежим в цикле, в зависимости от того, сколько мы достали клиентов, и у каждого клиента вызываем get account, то есть идет по одному еще дополнительному запросу. Что у нас здесь? Так как у нас 3 клиента, то N у нас 3, и 1 – это select всех клиентов. Получается 3 плюс 1 – 4. Смотрим влоги. Вот select клиента, и потом 1, 2, 3. Остается для каждого клиента его аккаунты. На самом деле есть много различных вариаций, как обойти эту проблему. Если кому интересно, приходите завтра на наш доклад «Hibernet Performance Tuning», и мы там покажем различные варианты, как это все можно обойти. Мы же должны вас как-то заманить на завтрашний доклад. Ну давайте подумаем, задумаемся. Если я хочу узнать size у аккаунтов, зачем мне подтягивать всех аккаунтов с базы и потом вызывать у них size? Я просто хотел узнать, сколько их там. На самом деле это можно сделать с помощью некой хитрой аннотации. Называется она lazy collection. Заходим в наш клиент. Lazy collection. Extra. Видите? И запускаем наш тестик. А ты удалил то, что мы нагенерили с помощью Mavon? Да, да, удалил. Все хорошо. Я вернул в начальное состояние, чтобы не было ни у кого сомнений, что «А, у вас там enhancer что-то магия». А то сейчас magic на magic пойдет. Да, да, будет магия на магия. Не-не, все, я вернул в текущее начальное состояние. Что мы здесь видим? Я беру get клиента из базы по идишнику. Я его достал и вызываю get accounts, size. Мы ожидаем, да, что потянутся все аккаунты, запрос, а потом вызовется size. Но нет, что мы видим? Вызывается запрос select count. То есть то, что мы хотим. Круто, не правда ли? Круто, но до определенных пор. Да, ну да. Но не все же дается бесплатно. Правильно? Давай, я уже начал этот пример объяснять. Давай я его до конца попытаюсь объяснить. Вот смотрите, мы подтягиваем клиента. Ты можешь запустить. Ну я могу сказать. Помните, как в пазлах, да? Я пытаюсь сначала предсказать, что мы хотим сделать. Вот мы подтягиваем клиента, и мы думаем, надо удалить все его аккаунты. Ну мы говорим, ну окей, пустую коллекцию ему туда вставим. И он, наверное, потом сравнит со старым состоянием. И скажет, раньше была коллекция заполненная элементами, а потом стала пустая. И, наверное, скажет им всем, delete, 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 delete. Но никогда нет лучше не делать assumption, а запустить код. Мы запускаем код, и что мы видим? Есть delete? Нету. Ни одного delete. Мы даже убеждаемся, смотрим, а есть ли аннотация commit на тесте, как мы раньше делали. Есть, все нормально. А кто знает, почему не идут delete? Бог его знает, да? Hibernate. Давайте начинать разгадывать это, да, загадку. Давайте первое. Наверное, потому что мы не сказали Hibernate, что мы хотели бы вообще коллекцию отслеживать, удаление из нее. Давайте пойдем в маппинг, попробуем это исправить. И поставим вот такую вот штучку. Я ее всегда неправильно называю. Игорь, назови ее правильно. Arfan Removal. Arfan. Такое же слово. Да, здесь еще нужно заметить, видишь, что Meped Buy указано клиента. Что это за Meped Buy? Это указывает то, кто является владельцем связи. Всегда есть кто-то, кто владеет связи, потому что у нас здесь клиент и много аккаунтов. На самом деле, чтобы проще запомнить, Meped Buy указывает туда, где находится Форенкей. У нас в данной ситуации аккаунт – это владелец связи, и в нем находится Форенкей. Давай запустим, посмотрим, может, заработало. Давайте. Запускаем. Кто за заработало? А, вы не успели. Смотрите, это как вот в пазлах, да? Никто же не ожидал, что exception появится. Откуда exception? У кого-то есть шанс быстренько ответить, получить, может быть, что-то. Это совершенно не то. А тут больше проблема о том, а куда делась менеджд-коллекция. И она теперь получается в нигде. То есть она как бы была у хибернейта в этой энтити. Мы от нее успешно избавились. И хибернейт нам говорит, слушайте, ну тут была менеджд-коллекция. Я вот ее только что видел, и какая-то произошла неразбериха. Вот только что прям была. А теперь у вас ее и нет. И нам рекомендуют делать по-другому. Нам рекомендуют делать так, что вот client get accounts и чистить эту коллекцию. В данном случае мы можем попробовать. Давай попробуем. Может быть, это просто мы. Может, я думаю, что давай оставим это на домашнее задание. Кстати, да. Давайте оставим это на домашнее задание, чтобы вы заставили это заработать. Не будем играть в пазлы. Окей, поэтому мы вроде как все показали. А как определить, как вот мы затронули очень интересную тему, как хибернейт определяет, а что вообще поменялось. Вот мы что-то делали с какой-то сущностью, делали, 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 и в ней менялось что-то. И потом мы делаем флаж. Есть такая магическая операция, как флаж. И по умолчанию, вот Игорь уже говорил, она работает на коммите, если вы ничего там нигде дополнительно не сделали, и руками его не вызвали. Вот. То есть получается, когда происходит коммит, происходит неявная синхронизация всего состояния всех сущностей. В хибернейте для того, чтобы определить, что поменялось, используется так называемый механизм доти-чекинга. Мы его немножечко затронули частично, когда говорили про прокси. Давайте теперь разберемся, что он делает. И вот мы начали, Игорь начал показывать вам в дебаге, что на самом-то деле хибернейт не делает по умолчанию никаких прокси. А это значит, что единственное, что он может сделать, это он может взять старые значения всех пропертей, которые там были, взять новые значения всех пропертей, которые есть, и сравнить их между собой. А это значит, что для любой сущности, которая находится в вашей сессии, будет сделана копия всех полей, и потом для любой сущности вашей сессии проведено сравнение старого состояния и нового. И теперь представьте, если вы загрузили, не знаю, 50 сущностей, 200 сущностей, и вы делали селект, вы не собирались их апдейтить. Для них, для всех будет проведен дьете-чекинг. И, как вы понимаете, это не очень быстро. И поэтому многие говорят о том, а это тема нашего завтрашнего доклада, многие говорят о том, что хибернет где-то работает медленно, у меня такой медленный хибернет. И есть способ, и есть способ сделать это с помощью инструментации, появилось, скажем так, был этот способ всегда вот так, как показывал Игорь. То есть можно было всегда поверить Enhancer, Enhancer бы просто сгенерил вам дополнительный байт-код, и это были бы не те ваши сущности. Но практически никто entity с этим не использовал. Кто делал этот enhancement? Поднимите руку. Вот видите, какой лес рук прямо. А на самом деле это можно было сделать. И мало этого, в хибернете есть возможность, в хибернете есть возможность сделать дьете-чекинг своими руками, а нет ничего лучше дьете-чекинга своими руками. Для этого есть специальный интерфейс, и для этого добрый дяденька, на которого мы сделаем ссылочку в конце нашего доклада, он даже сделал такую self-duty-чекинг-энтити, от которой вы можете отнаследоваться, и, соответственно, в сеттерах и в геттерах, где вы хотите трекать, что что-то поменялось, вы можете говорить, такая-то property изменилась, и по ней надо таки делать дьете-чекинг. И если вы какую-то property или набор property или коллекции или еще что-то хотите игнорировать мимо этого механизма, то это будет работать быстрее, чем по умолчанию. Но, как я вижу из зала, когда никто не делал enhancement, то вы все используете дефолтный механизм, который работает очень и очень неоптимально. Давайте посмотрим, как же он работает на практике. Мы к этому подошли, но не дошли. Так, запускаем наш тест. Дебаги. В данном тесте, еще раз повторю, мы достаем аккаунт, да, и меняем у него amount, с этим новый amount, и достаем клиента. Заметьте, да, здесь клиента, мы ничего с ним не делаем, ничего не меняем. Вот, мы попадаем в этот flush entity event listener. Вот та entity, о которой говорит Николай. Тот snapshot, смотрите, вот, это entity entry. Это когда entity он загружает, да, когда сделать запрос, трансформируют. Он делает ее копию для того, чтобы использовать ее в duty checking. Вот, можно посмотреть на эти все property. Мы здесь видим, что это loaded state, это тогда, когда было загружено. И мы видели, что мы поменяли amount на 100, а вот он был 50. Вот, смотрите, что он делает дальше. Вот, дальше он приходит в некий класс type helper. Смотрите, что здесь происходит. Здесь мы имеем все наши property, то есть это те все поля, которые находятся в нашем аккаунте. Вот они, amount, видите, currency, клиент. И он здесь, как уже говорил ранее Николай, в цикле бежит и для каждого поля смотрит. Издете, не издете. Видите метод издете. Здесь несколько есть типов, да, здесь можно примитив, коллекция. Заходим в abstract, standard, basic type и видим, что есть метод издете. И он на самом деле просто проверяет, is the same, не the same. Поменялось ли значение, нет. Он просто по equals сравнивает старое значение и новое. Вот это то, что я люблю в кибернете, когда у него, вот только что мы на том, на котором были, у него там везыкивал, тот тоже везыкивал, везыкивал. И ты там уровня на 5-6 опускаешься, и ты уже потерял полностью, откуда ты шел, куда. И думаешь, блин, что происходит, почему этого так много. И заметьте, как настолько полезно дебажить, да, смотреть внутри, как оно работает. Тогда вы в действительности можете понять, как это работает. Но сразу скажу, это непросто. Я уже и так вижу, что некоторые уже смотрят по глазам, что они уже уровня сеньорности достигли большого. Некоторые даже запланировали на понедельник идти за повышением зарплаты. Да. Вот. Но мы здесь ожидаем, да, что на самом деле я же только аккаунту что-то поменял. Зачем мне еще как бы что-то еще больше делать? Но смотрите. Вот, что мы здесь имеем. Наш клиент, да. Но я же клиенту ничего не менял. Согласитесь, это не очень оптимально. Зачем мне проверять еще клиента? И как уже говорил ранее Николай, что представьте, если у вас 50 сущностей загрузились, а вы только одной что-то поменяли. Это не очень как бы хорошо. Особенно касается рейт запросов, когда вы вычитывали что-то пачечкой. Но на самом деле не все так плохо. Есть несколько вариантов, как этого можно избежать. Если я не хочу, чтобы моя сущность участвовала в дете-чекинге. Первый механизм, это есть аннотация Immutable. Она можно поставить над классом. Вот, я поставил Immutable. И давайте я еще раз запущу тест. Дебаги. Он практически аналогичный. Здесь я просто достаю клиента. И мы посмотрим, зайдет ли он в дебаге, в этот участок или нет. Опа, не зашло. Видите, наша сущность не будет уже участвовать в дете-чекинге. Также есть механизмы, когда можно это отключить на уровне квери. Видите, здесь есть create query, достаю всех клиентов и делаем set read-only true. И в данной ситуации все сущности, все клиенты, которые будут извлечены с помощью этой квери, будут в read-only стейте. Они тоже не будут участвовать в дете-чекинге. Поэтому не ленитесь на ваших квери, на которых вы не собираетесь потом апдейтить сущности, ставить set read-only true. А также, когда я ранее показывал плагинчик, да, мавановский, который делает вам некую магию, меняет bytecode с помощью java-sys библиотеки, он также помогает улучшить этот механизм. И на самом деле тогда будут трекаться только те entity, которые поменялись. Вот. Еще есть третий вариант, да, четвертый уже. Stateless Sessia. Что это за Stateless Sessia? Использование этой Stateless Sessia дает вам механизм, чтобы сущности не попадали в кэш первого уровня. То есть они вообще даже не будут попадать в этот кэш, и, соответственно, также не будут участвовать в дете-чекинге. Но мы не будем запускать этого на вашего домашнего задания. Но эта штука действительно очень опасная. Да, на самом деле это очень опасная. Она обладает рядом ограничений, недостатков. Она была вообще добавлена ad hoc. Поэтому с ней нужно быть с осторожностью. Но вы можете вот поэкспериментировать, подэбажить и посмотреть, а что же она из себя такого представляет. Это достаточно интересно. И где вы? Мы завтра будем говорить про перформанс, и мы там немножечко ее тоже затронем. Вопрос, если можно, в конце. Вот. И теперь самый такой вроде как простой вопрос, а вроде как и непростой. А когда и как запускаются настоящие запросы? То есть вот мы вроде делали какую-то иногда магию, мы меняли какое-то поле, и тут раз у нас, откуда ни возьмись, запрос возникал. То есть мы вроде как сами не делали, не говорили к хибернету сейв, не делали ему еще какие-то операции. Мы просто меняли объектную модель. Это один из примеров. И давайте разберемся, каким образом хибернет это сделает. У хибернета есть порядок определенный. То есть вы все, что делаете в сессии, любые изменения, которые делаете в сессии, они не так-то и просто попадают в запросы. У хибернета есть вот такой порядок. Он сначала выполняет все инсерты, потом выполняет все апдейты, потом выполняет все делиты на коллекциях, потом выполняет все инсерты на коллекцион элементах и, наконец, в конце выполняет все делиты. Не зная этого, вы можете получить очень и очень интересную ситуацию, которую мы вам покажем на конкретном примере. И которая приведет к тому, что вы будете получать вроде как по коду то, чего вы хотели, а на самом деле нет. И, наконец, если вы используете мод авто, флэш мод авто, то он пытается быть умным, и он пытается реализовать некую смарт-логику. Например, он говорит, если вы вставили запись в табличку аккаунт и после этого делаете селект из таблички аккаунт, то, наверное, вы ожидаете, что запись уже добавлена. И я возьму и сделаю флэш, то есть сделаю настоящий запрос, и только после этого запущу ваш селект. Если он видит, что вы, например, делаете вставку в аккаунт, но потом вычитываете из клиента, то он скажет, ну, он же не трогает аккаунт, я сделаю это в конце. И он сделает это на закрытии, на коммите транзакции и сделает в таком порядке. Он действительно сделает первым инсерт, но уже в самом-самом конце. Давайте посмотрим, к чему это может приводить и какие могут быть corner cases. Сначала уберем нашу аннотацию mutable, чтобы не было дополнительной магии. Вот наш флэш-тест. Давайте запустим его и посмотрим, действительно ли есть какой-то предопределенный порядок, о котором говорит Николай. Что в нашем тесте? Мы достаем клиента сначала. Смотрим. Пошел запрос. Select клиента. Все хорошо. Дальше выполняем select аккаунта. Так, запрос есть. Отлично. Потом берем, удаляем этот аккаунт. Смотрим запрос. Никакого делита нет. Выполняется какой-то инсерт. У нас есть некая еще дополнительная сущность report. Она простая. В ней есть просто одно поле. Description. Вот. Идет insert ее, а не delete, когда мы ожидаем его. Потом уже идет апдейт нашего клиента, где мы с этим имем новое имя, Элвис. А уже в конце идет наш delete. То есть все-таки есть какой-то предопределенный порядок. Заметьте, хотя вот persist мы делаем в самом конце. И нам кажется, ну и после всего этого мы радостно сделаем persist. А это не так. И что еще интересно, подумайте на секундочку. Мы вам показываем простейший пример, да? Там буквально из пяти строчек. А теперь подумайте. Вы делаете традиционно то, что вы обычно делаете. Вы берете сущность из базы, берете DTO-шку, текущее состояние, и пытаетесь мержить, замержить все изменения в эту сущность. И я очень сомневаюсь, что несмотря какие запросы пошли реально в базу, вы представляете, а когда они пошли, и куда они пошли, и в каком порядке. Поэтому суть вот этой демонстрации в том, что обязательно убеждайтесь в том, что вы видите те запросы, которые вы ожидали увидеть. Иначе вы можете иметь очень и очень много очень смешных ошибок. Наподобие вы полностью уверены по коду, вы прошли код-ревью, потому что в коде написано persist, все, заперсистилось, и любой девелопер скажет, ну все, да, сущность добавилась, а это не происходит, потому что кибернет это делает несколько по-другому. Да, и конечно же, вы можете посмотреть этот порядок. Есть некий класс, action queue, вот, и вот здесь четко описанный порядок, как будут выполняться ваши экшены, ваши действия, ваши запросы. И вон они даже арфаны есть. Да, он в более таком визуализированном формате, чем было на слайдах. Вот, давайте рассмотрим следующий тест с флешем, с на этими запросами. В этом тесте все просто. Мы создаем нового клиента, Боба, да, сохраняем его, а дальше мы хотим с помощью нативного запроса достать всех клиентов. И, конечно же, мы ожидаем, что если я сохранил Боба, то перед тем, как сделать select, то он тоже извлечется, да, ну, как бы логично. Но на самом деле, что мы видим, что select происходит перед insert, и вы никакого Боба там не увидите. И это о чем говорит? Говорит о том, что это опасное место, и что вам явно тогда нужно вызывать флеш. Видите, мы понадеялись на то, что вот этот smart mode во флаше, он действительно smart. И он оказался недостаточно smart, потому что хибернейт не парсит нативной query, и он, соответственно, не посмотрел на вот эту вот табличку, которую мы имеем, и ничего с этим не сделал. И получается, что вот по коду все четко, правильно? Мы заперсистили сущность, вычитываем, мы ожидаем, что та сущность, которую мы заперсистили, точно там есть, но ее там нет. Вот вам реальный пример. Да, и заметьте, есть некая хитрость, что если мы вызовем через gpa entity manager, то все будет хорошо, флеш произойдет перед селектом. Это тот случай, когда gpa хоть чуть-чуть что-то добил в дополнение. Еще у нас есть один тест, в котором мы рассмотрим, как хибернейт делает апдейты. Давайте запустим его, что здесь происходит. Я достаю клиента по id-шнику и сетчу ему h30. И на самом деле, я же ожидаю, что я засетил только h, но посмотрите, что сгенерировал в запросе. Он туда засетил и name. Затялся и age, и name. Кто ожидал такого запроса? Поднимите руку. Ой, смотрите, как мало, да? Оказалось бы, только же поменяли age и больше ничего. Почему так происходит? Да. А происходит так потому, что когда хибернейт хочет делать флаж и изменяет состояние сущности, то он хочет не просто изменить кусочек, который вы поменяли, а он хочет привести состояние базы к тому состоянию, которое сейчас есть в сущности. Говоря о том, что если кто-то там еще что-то ковырял до вас там где-то, да, и успел закоммитить это, то я это уверенно перетру, потому что я последний. Помните такой механизм, что есть транзакции, кто последний как бы закоммитил, тот, те изменения и сохранились. И поэтому он говорит, я отвечаю за то, чтобы обеспечить в базе данных именно вот это состояние, именно то, которое есть сейчас в сущности. И представьте, к чему это приводит. Представьте, у вас большая сущность, в ней 30 полей. И вы говорите, я буллингский флажок поменяю. Active. Юзер перестал быть active. И у вас пошло сохранение, миллионов всего, description, все, что только можно. И приходит дебей, говорит, слушайте, а что вы с юзерами делаете? Почему постоянно такой поток данных идет с клиентского приложения на любой чьих, вы меняете всего юзера? Если у вас есть дебей, конечно. А что, если там блобы еще есть? Если блобы, то можно уже сразу убиваться, особенно с Oracle. Но Oracle и блобы, это тема отдельного доклада. Окей, у нас уже время подходит к концу. Что мы хотели вам показать? Что, каков бы ни был классным инструмент, а хибернейт на самом деле неплохой инструмент. И меня часто обвиняли в том, что я делаю доклады про то, чтобы поражать хибернейта, рассказать о его плохих сторонах. Это хороший инструмент. Он же делает магию. То, что раньше вы писали руками, и то, что было доступно там единицам, и то, что отличало синер-девелопер от не синер, теперь хибернейт большую часть этого делает за вас. Он во многих местах пытается быть даже гораздо более смарт, чем вы. Я очень не уверен, что большая часть сидящих здесь реализовали бы такой доти-чекинг, как сделан в хибернейте. И так далее. То есть он делает много за вас. Но если вы не понимаете и не уделили время тому, как он работает изнутри, то будет как на этой картинке. Вы будете с классным тулом, но вы будете использовать его так же, как без него. Поэтому уделите время этим примерам, скачайте их, запустите их, поблагодарите еще раз Игоря за то, что он их все написал своими собственными руками. И я надеюсь, что вы зайдете туда и попробуете это сделать самостоятельно, и разберетесь с этими концепциями. Это все, что мы хотели вам рассказать. Большое спасибо. Всем спасибо. 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 Спасибо.